она молчала впрямую но как бы за нее говорил галкин и в общем поступок был прекрасноречивый покинуть россию и уехать с начала войны говорить о том что есть в этом хоть какой-то расчет это бессмысленно потому что она как и другие могла бы молчать вообще амерта который наложен на тему войны она и позволяла при ее положении при ее роли и месте просто отмолчаться опять же она молчала осуждая да да давайте что ну она конечно путина ненавидит да понятно что она его презирает это очевидно и война и вообще не сдалась зачем ей вот ну просто понимаете как есть некие ну такая понятийная договоренность что богема она очень помалкивает если сильно не поддержит явно не выступает против власти потому что считается что власть ей дала все да там сказать ей ее мужу а когда человек идет против то явно возникает этот конфликт а роль пугачёва и она же особенная прямо будем говорить она на несколько десятилетий почти на 5 почти на 5 для многих поколений является ну как бы до иконы такой эстрадный и культурный и так далее но это для популярного большинства это понятно не для узкого круга и благодаря этому конечно на нее нельзя не реагировать и власть очень раздражена и честно я пока не очень понимает как себя повести потому что если разрешить ей и ее возможными пигоном последствиями говорить и делать стоит также этот показатель слабости этой власти значит ее можно щипать если там административный штраф и выписать за антифейки как это сделали шевчуку но это будет вообще с непредсказуемыми последствиями пугачёва 50 тысяч за распространение фейков по поводу своего но это тоже будет выглядеть мягко говоря не лучшим я думаю сейчас идут какие-то с ней переговоры какие-то всякие доброхоты бегают от кремля и говорят ну алла борисовна давайте как-то так разойдемся краями скорее всего ей предлагают покинуть страну вместе с детьми я думаю уехать галкину галкин уже и на агент на вот скорее всего компромисс такой компромисс такой я думаю что в конечном итоге она уедет если ничего не произойдет в ближайшее самое время я имею ввиду самим путин да она уедет но то что ее поступок вызван ее убеждениями у меня нет сомнений потому что повторяю у нее опция была от молчаться ничего не говорите никто бы не упрекнул вы извините мне восьмой десяток учет меня хотите да вот приблизительно на таком уровне да но какой пас она дала миллионам людей ведь и правильно отметил кстати меня марат гельман когда сказал что аудитория пугачёвой на 80 процентов совпадает с аудиторией путина ведь те кто может быть не задумывался те кто молчал ведь ну зашевелились то мозги пока мы не знаем эффекта этого заявления вот широкого не то что обсуждать соцсетях референтной группы да людьми имеющими аккаунты они знаете в интернете очень активны те кто является критиками кремля и нам очень легко предсказать реакцию такой аудитории а вот какой-нибудь вася пряник в каком-нибудь колхозе да значит провинции самый а как он выразит свое отношение мы же не понимаем он соцсетями не пользуется он на митинге не ходит но наверное какой-то внутренний процесс у него идет но мы о нем не знаем а как мы узнаем прессы нет ничего нет никакого вот связи общественным мнением складывающимся из суммы этих вот отношений его же нету а в чем она как она выражается ну да если народ поперла на кремль путина повесил вниз ногами вверх ногами значит да ну мы пускай а ну вот видите вот пугачёв что-то такое сказал и это подействует но во всем остальном но все равно это некий огромный кусок пазла в понимании общей картины происходящего ведь мы же понимаем сейчас вот эти вот кстати на освобожденных территории в харьковской территории вот эти кипы эти рапорты сотни отказников нежелающих воевать все эти телефонные звонки все эти похоронки эти гробы которые в огромных количествах и вдруг здесь заявление примадонны которая тоже осуждает которая тоже против чтобы наши ребята гибли за иллюзорные цели ведь это же огромный сейчас пазл складывается может сложиться сознательно нет она ведь очень чутко ко всем этим вещам всегда относилась она пугачёва надо сказать предвосхитила и перемены определенные не будем забывать что в период советского время мы об этом не раз говорили они вступала в кпсс очень сознательно ее тащили туда и это было условие там кобзон не парился по этому поводу она да она не пела партийных песен от нее требовали на съездах выступать потому что она была любимица и брежнева брежнев просто так сказать обожал ее и многое в ее жизни было возможно благодаря этой любви ну он и гайдай любил несмотря ни на что там еще и жут он был в этом смысле вполне человечен и ей как бы прощалось многое там от первой покупки мерседеса в москве где она гонялась открытым верхом говорят не знаю сам не ездил но и заканчивая не вступлением в партию сегодня она возможно чувствует какие-то ритмы чувствует какое-то движение внутри среды во всех случаях близко ей а это может быть достаточно широкая среда что все это вызывает жесточайшее недовольство все что происходит и тоже написала отсутствие своего слова изгои иноагенты наши мальчики гибнут она обозначила все темы понимаете не только войну но и то к чему привели еще мы теперь и изгои и так далее и возможно это вызывает и солидарность и отклик который она слышит и возможно она тем самым предвосхищает будущую бурю поэтому да это интересно то что происходит другое дело что пока мы этого еще не можем тестировать окончательно сказать ну вот все вот смотрите